Итак, это вторая часть видео, тут будут краткие значения рун, надо сказать, что значение рун, конечно же, нужно нарабатывать самим, потому что у вас, например, может быть ИСа положительной рунной, у меня, например, ИСа может быть отрицательной, то есть тут у каждого еще личная энергетика человека, личный темперамент, да, что русскому хорошо, то немцу смерть. Давайте не будем об этом забывать. Ну, это, наверное, так не только в рунах, но и в картах втором. И что могу сказать, буду краткие значения говорить, но сразу скажу, что видео, ну, недостаточно одного. Нужно, конечно же, почитать классику. Можно почитать из таких вот совсем-совсем тоненьких методичек. Мне нравится, например, книжечка Серафимуса, книжечка, потому что там действительно очень мало страниц. Харьковский рунолог довольно-таки хорошо, без воды, без рассусоливания объясняет значение трактовки рун, доступнейшая цена. И надо сказать, что сам этот человек тоже довольно-таки интересный, с таким интересным характером, но как специалист его написание мне очень понравилось, мне очень близко. Также можно почитать западных авторов. Можно почитать Ральф Блюма, можно Лиза Питчел, по-моему, тоже автор по рунам. Есть всевозможные рунические авторы, есть книг очень много в электронном виде. Нужно пробовать. И, конечно, руну нужно прорабатывать. То есть берете одну руну, носите ее и, соответственно, смотрите, как у вас проходит день. Хотя, надо сказать, вот у меня был такой опыт, я тоже так хотела проживать руну, носила с собой. Я взяла с собой руну Эйваз и хорошо помню, что в этот день мне вот случайный человек стоял и раздавал иконки. Мне было неудобно взять, ну, это не та самая иконка, но просто я вам расскажу этот случай, он очень занятный. И я положила в сумочку, причем это был боковой карман, как руна у меня там лежала, Эйваз, так и у меня лежала икона. Так вот, надо сказать, что ощущения были непередаваемые. Во-первых, я не могла понять, что со мной. Ощущение жара, ощущение какого-то вот такого вот мандража, ощущение того, что с тобой что-то не то, но ты не можешь понять, что именно. И вот только спустя несколько дней я легла спать, я попросила вот как бы себя, вот внутреннее свое проведение объяснить, почему так мне плохо. Потому что я не могла понять, в чем дело. И только после этого я поняла, что все-таки руны и иконы лучше вместе не женить и лучше вместе, конечно же, не соединять даже в кармане одной сумки. Поэтому будьте осторожны, старайтесь такого не допускать. Вот такой вот случай у меня был. Что касается многих рунических формул, ну, надо сказать, я, например, наверное, отношусь к тем редким людям, которые, в принципе, я редко очень гадаю рунами. И часто использую руны для каких-то своих нужд именно в магическом аспекте. Я считаю, что если это направленная работа на себя, либо на других людей с их разрешением, в этом нет ничего плохого. Ну, конечно, все должно быть дозировано и все должно быть очень так опоследовательно и очень-очень так степенно. Стараться сложных, непростых, тяжелых рун не применять, конечно же. Ну, начну с руны Манас. Руна Манас, что это такое? Это руна, которая означает человека. Это руна, которая означает взросление. Также показывает неожиданные перемены, незначительные перемены. И вообще, в целом, направление. Вот тут она еще вот так у нас выглядит в виде камушка. Следующая руна – это дар. Руна Геба. Дар может быть разный. Это может быть и услуга, которую вы оказали по собственному желанию. Это может быть и партнерство, и связь. Если вы одиноки, то руна Геба может вам помочь найти вторую половинку. Самое главное, вот что у меня было поначалу, старайтесь не путать руны. Потому что у меня Геба и Наутис, да-да, как бы это глупо не звучало, я их путала первое время, потому что они, в принципе, похожи. И тут крестик, и тут. Наутис внизу крестик и длинный хвост. А Геба вот такой симметричный. И еще плюс Геба, что она одинаковая и в прямом, и в перевернутом виде. Также нужно сказать отдельно об использовании перевернутых рун и зеркальных. Перевернутая руна – это прямо противоположное значение. И зеркальная руна – это получается вот так вот. Вот прямая. И вот зеркальная. Ну вот зеркальная вот. Можно вот так ее положить. И можно ее положить вот так. И еще отзеркалить в эту сторону. Каждое значение имеет свои оттенки, свои особенности в магическом аспекте и в гадательном. Следующая руна – это Ансус. Для кого хороша эта руна? Для людей, которые работают словом. Для людей, которым нужно мастерство ораторства свое усиливать. Которым нужно находить возможность понять других людей. Возможность излагать хорошо, красноречиво свои мысли на бумагу. Для писателей, для журналистов. Для людей, которые сдают экзамен. Очень хорошо. Для людей, которые вообще должны свое послание доносить до других, собственно, товарищей. Хорошая руна, положительная. И также это руна знака предзнаменования, знаков судьбы. И также это руна совета. То есть это знак того, что вам есть к кому обратиться за советом. Следующая руна – это Оттал или Атила. Вот такой вот теремочек. Показывает защиту. Показывает традиции предков. Показывает в целом и жилищные вопросы. И вообще ваше жилище. Также используется для защиты его. И может показывать энергетическую защиту. То есть вы как бы в домике, что называется, в своем теремке. И никакой серый волк до вас не доберется. Следующая руна – это руна Урус, Зубр или Бык. Конечно, эта руна очень энергичная. Конечно, эту руну лучше в перевернутом виде не переворачивать. И эта руна, надо сказать, очень много дает энергии. Но с энергией Быка не каждый человек может справиться. Для меня это больше мужская руна. И мужчинам ее можно применять с большим спокойствием, с меньшей угрозой, чем женщинам. И может быть тогда полезно, когда вам нужна дополнительная энергия, дополнительные силы, дополнительная ярость. Потому что эта руна, когда человек бывает спокойный такой, очень хорошо может его активизировать, включить. То есть раз задорить. Ну, вот подобно Быку. Также может показывать зарождение беременности в вопросах зачатия. Также может показывать непрерывные изменения. Но с ней нужно быть аккуратным. Следующая руна, я ее называю Кот в мешке. Это вот такой мешочек, перт, который показывает, что что-то от вас скрыто. Это может быть сюрприз. Это может быть то, что вы еще не знаете до поры до времени. Но этот сюрприз, он истремляется... Ну, вы видите, хвостики направлены вправо, то есть в будущее идет. Что-то, что вам неведомо. Что-то, что для вас является сюрпризом. Что-то, что вы не знаете. Интересная руна, но, опять же, сюрпризы бывают разные. Незнания бывают иногда важнее и полезнее знания. Поэтому тоже с ней нужно быть тоже аккуратным. Следующая руна, о которой мы с вами поговорим, это Наутис. Конечно, ее многие не любят. Ее многие считают одной из тоже худших рун. Но, что я могу сказать? Наутис, ну, я возьму эту каменную, она не такая плохая в каком плане? Это руна принуждения. Принуждения бывают разные. Кого-то можно принудить, кого-то к свадьбе. Кого-то можно принудить съедать на три конфеты меньше в день. Например, вот я себя с помощью руны Наутис принуждала не есть такое большое количество сладкого. Конечно, ее нужно не путать с Геба. Вот у меня это было первое время, когда я с рунами начала активизироваться. Я путала Геба и Наутис. Я как бы не стесняюсь этого говорить. Но ее используют часто в черной магии. Поэтому для других людей старайтесь очень аккуратно ею пользоваться. Потому что принуждения бывают разные. И иногда человек не подчинится, а просто себя может полностью поломать этой руной. То есть аккуратно на себя может использовать, но оговаривать. В рунах очень важно это оговаривать, чтобы без вреда для здоровья, без вреда для жизни, для детей ваших, для вашего имущества, для вашего энергетического здоровья, психического здоровья. Обязательно оговариваем. Ну, об этом, я думаю, тоже многие знают. Если нужно, сделаю отдельное видео по формулам. Хотя я еще раз повторюсь, я себя рунологом не называю, не считаю. Я никаких рунических формул не создаю. Я просто пользуюсь формулами другими. Я считаю себя торологом или норманистом. Ну вот, захотелось сегодня почему-то такое видео. Меня руны позвали. И я решила, что сегодня будет видео посвящено им. Следующая руна. Это вот такой вот ингус. Или ингус. И вот она у меня в дереве есть еще моя. Что могу сказать о ней? Ну, конечно, это руна мужского плодородия, мужского семени. Если есть проблема у мужчины, то как бы ему показана эта руна для этих вопросов. И в целом, это руна зарождения некого семени. Не только в плане, в прямом значении. Это могут быть и в аспекте зарождения чего бы то ни было, что у вас есть в планах и в проектах. Также это может быть руна у нас процветания, руна интуиции и благородия во всех аспектах этого слова. Следующая руна, которую мы посмотрим, это руна Эйваз, о которой я уже говорила. Что могу про нее сказать? Но то, что Эйваз максимально все ускоряет, увеличивает, то, что эта руна очень быстрая, это считается конем вообще Эйваз, это конь бога. То есть конь Одина. И считается, что она ускоряет вообще все, увеличивает. Что могу еще сказать? Старайтесь ее использовать только тогда, когда у вас есть желание что-то поменять и когда эти перемены действительно вам нужны. Когда ситуация застарелая, когда она мучительно долго тянется и вы хотите что-то поменять быстро. Также это руна проведения активности и преодоления каких-то пробуксовок, каких-то препятствий. Когда что-то стоит и мешает. Тогда можете использовать этого коня, ускорителя, я его называю так. Следующая руна это Альгис. Хорошая положительная руна показывает, во-первых, защиту высших сил, ваше обращение за помощью к ним. Также ее называют руной тростника. Но для меня это человек, который поднял ручки вверх и просит помощи. Это руна безопасности, это руна эмоциональной устойчивости человека. Старайтесь не использовать в перевернутом виде, потому что перевернутой Альгис это наоборот ослабление человека, ослабление связи с космосом, с богами, кто во что, что называется, верит. И вообще ослабление энергетики. Используется в черной магии перевернутой Альгис. Надо заметить, что эту руну Альгис взяли маркетологи на вооружение. Очень часто вижу ее в оформлении кафе, в оформлении всевозможных бизнес-центров. Причем, например, блютуз тот же знак. Тоже для меня это, по сути, Беркана, например. То есть очень многие знаки, бренды уже стали использовать в полную силу руны. И просто очень так аккуратненько их завуалированно используют. Следующая руна это фе. Ну, что такое фе? Конечно, для наших предков раньше фе это были скот, это их имущество домашние. Там свиньи, поросята, овцы. Ну, скот домашний. А для нас это уже, к счастью, это исполнение задуманного. Это способность сохранять достигнутое. Это способность приумножать достигнутое. И это труд, за который будет, в принципе, плата. Вот такая вот руна. Тоже ее лучше не переворачивать. Это вообще в целом наше имущество. Следующая руна это руна Вунья. Одна из моих любимых шифрон. Надо сказать, что у меня с ней тоже были проблемы, потому что я ее путала вот с одной руной, которая далеко не самая любимая. Турисас. Но они похожи для меня. Согласитесь. Как их определить? У Вунья идет этот флаг, треугольник самого верха. А у Турисас это как бы шип идет с середины. Но в целом, если человек не знает, их спутать очень просто. О чем говорит Вунья? Вунья это ваша победа, ваш успех, ваша радость, ваше здоровье и ваше счастье, ваше изобилие. Если вам нужны положительные эмоции, можете ставить Вунья. Конечно, перевернутая Вунья не принесет такую радость. Это может быть просто эмоциональная неустойчивость, какие-то чересчур даже психические состояния. То есть радость, радость и рознь. Но в целом, прямая Вунья очень даже положительная руна. Ну а мы теперь, для того, чтобы не путаться, теперь я расскажу немножечко вам о колючке, с которой я путала. О Турисас. Что это за руна и для чего она вообще нужна. Значит, Турисас. Это руна, это шип. Это колючка. Это руна, которая помогает проталкивать. Это руна оружие, которая помогает все преграды колоть, убирать на вашем пути. Но она может аккуратненько уколоть и вас. Поэтому с Турисас будьте осторожны. На мой взгляд, это больше руна мужская. И ее иногда используют для защиты, если кто-то на вас пытается магически воздействовать. Или даже энергетически. Потому что есть люди, которые вообще отрицают магию. Но при этом энергетически очень так нехило могут тебя ослабить словами, манипуляциями. И в целом вот сделать, расшатать спокойствие. Следующая руна, о которой мы поговорим, это у нас урожай Ера. Ее тоже используют маркетологи. Я тоже замечаю ее часто во всевозможном дизайне. Для меня это мельница. Для меня это руна переработки. Она показывает активный процесс, завершение, окончание. То есть она нужна тогда, когда вы никак не можете закончить, начиная от вышивки, заканчивая, я не знаю, картины, блюда, проекта. Вот когда нужно все переработать и полностью во что-то конкретное это выдать. Руна Ера в этом отношении хороша и хорошо работает. Не злая руна. Следующая руна, о которой мы поговорим, это руна Кеназ или Факел. Вот так вот она выглядит. Огненная руна. Не всем подходит огненная энергетика, поэтому нужно проверять, как работает у вас. Энергия открытия. Энергия иногда магическое, вот какое-то просвещение она может давать. И запитку энергии. Поэтому руна Факел, Пламя или Кеназ также используйте аккуратно. Следующая руна, это Тейваз. Это руна мужчин, которая помогает мужчину делать патентным во всех вопросах. Это руна Копьё, которая помогает достигать своих целей. Кроме того, эта руна помогает быть мужчине стойким, быть воином. И быть мужчиной с большой буквы во всех, в том числе и в физиологических смыслах этого слова, улучшает мужское здоровье. Ну, больше для мужчин используется. Следующая руна, это Беркана. Это самая женская руна, которую, в принципе, многие авторы рекомендуют. Похожа на женский бюст. Символ благородия. Ну, если брать аналогию с картами Таро, ну, наверное, это императрица будет. Руна показывает и подпитку, и вообще развитие, рост. То есть, всё, что бы вы ни делали в аспекте отношений, в аспекте работы, в аспекте, в принципе, во всех, которые вам интересуют. Это приумножение, это рост, это увеличение. Конечно, в вопросах красоты, женских формулах она используется, но может давать прибавку лишних килограмм. Поэтому с руной Берканы будьте осторожны именно в этом вопросе. Если дело касается вопроса зачатия, это одна из лучших рун. Следующая у нас руна, это лагуста, тоже женская руна. Она не показывает какой-то внешней активности, но при этом она показывает внутреннее эмоциональное наполнение. Она показывает вопросы ясновидения, она показывает вопросы, вообще связанные с водой, с эмоциями. Также эта руна является неплохой защитой. То есть, как вот через воду тяжело что-то просмотреть. Вот так вот и человека, если есть руна лагуста на защите, очень неплохо защищает, особенно женщин. Вообще, если ваша это стихия, вода, вам она очень подойдёт. То есть, кому-то больше киноосогненная, подходит кому-то больше лагуста. Могу что сказать ещё по ней. Она может давать излишнюю эмоциональность, поэтому если вы такой человек, старайтесь её надолго на себя не ставить. Руну можно ставить на тело, рисовать маркером, я об этом, по-моему, ещё не говорила. Но в таких случаях нужно оговаривать, что она работает до тех пор, пока вы её не деактивируете водой, то есть не смоете её. Можно маркером, можно слюной, можно и кровью в некоторых аспектах. Но это, конечно, реже и очень аккуратно. И не всегда это показано. Следующая руна, это у нас Хагалас. Это новое начало, это свобода. Одна из самых сложных рун, одна из самых, ну, тяжёлых, я бы сказала, рун. И сейчас её надо найти. Секундочку, сейчас я её найду, наш Хагалас. Так, это Райда у нас. А где наш Хагалас? Куда он спрятался от нас? Так, 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 так. Так, 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 что-то я его... Вот он, Хагалас. Не любят её. Эта руна считается часто в чёрной магии используется. Руна разрушения. Новое начало её называют. Забывают, свобода, ну, во всяком случае, её нужно очень дозированно, очень аккуратно и лучше, если вы ещё небольшой знаток рун, стараться не используя. Я, например, её не использую ни на друзей, ни на врагов, ни на кого. Стараюсь, как бы, ровно, спокойно относиться, если в раскладе падает, но в магических формулах не использую. Следующая руна, это Райда, это Дорога. Если вам нужны путешествия, Дорога, если вам надоелости в четырёх стенах, можете её на себя поставить и путешествия вам обеспечены. Даже до ближайшей какой-то булочной, но они у вас будут. И наоборот, если вам нужно не ехать куда-то или вы не хотите, чтобы кто-то ехал куда-то, можете просто перевёрнутую Райда поставить. И человек в это время с большой вероятностью посвятит совершенно другим вещам и поездка будет отменена. Вот, также это Руна приключений, это Руна разнообразных энергий и в целом это Дорога и путешествия. Иногда её даже в машине рисуют, чтобы Дорога была успешная. Следующая руна, это Дагаз, вот такой вот бантик. Исполнение задуманного, это Руна великолепных возможностей. И также эту Руну называют просто День, вот один день. Ну и Руна трансформации, то есть один день уже не будет никогда похожа на предыдущий день. Мне она нравится, я её иногда пользуюсь. Не могу не сказать о Руне Иса. Это Руна льда, это Руна некого охлаждения. Когда ею можно пользоваться? Когда вы очень сильно эмоционально реагируете на те вещи и людей, на которые вы не должны эмоционально реагировать. Тогда, когда вам нужно прикрутить либо эмоции, либо мысли о ком-то или о чём-то, либо ваши поступки. Конечно, неплохо она себя показывает в вопросах, когда человек пережил расставание с другим партнёром. И Руна Иса помогает немножечко его остудить пыл и немножко такой человек легче переносит расставание. Кроме этого, Руна Иса может охлаждать у человека вообще интерес ко всему, поэтому с ней нужно быть аккуратно, чтобы не превратиться в снежную королеву или ледышку. Также мы не поговорили с вами о Руне Соул. Соул – это солнце, это энергия, но это и молния, то есть может показывать какой-то удар, в том числе и солнечный удар. Поэтому с Руной Сол нужно быть аккуратно, но в целом это Руна положительной энергии, солнца, активности, тепла, света, каких-то открытий вроде Эврика, нашёл, нашла. Поэтому можете её использовать. Но, конечно, Руны должны подбираться так, например, чтобы не было масла масляное, потому что если мы возьмём Сол, солнце, если мы возьмём Кеназ, то есть сильно много света из солнечных, рун огненных тоже плохо, но если мы возьмём, например, Сол, солнце и Ису, то есть лёд, то есть они будут в какой-то мере антагонисты друг друга, так тоже делать не стоит. То есть нужно всегда их думать, как они между собой сочетаются. Тем более у меня была такая ситуация, когда я проживала Руну, а работать, включаться, она включалась только через два дня, когда я уже брала новую. То есть получается нужно время Руны на раскрутку, на раскачку, на то, чтобы она включилась. И если вы будете, например, проживать абсолютно разные Руны, которые друг другу могут антагонистами быть, это тоже может быть не совсем хорошо, поэтому я вам советую проживать, например, Райда, потом несколько дней вообще никакую и посмотреть, работает, включается энергия этой Руны или же нет. Потом совершенно другую, но через время давать какой-то интервал запаса дней, которые вы вообще без Руны будете. А если подряд брать Сол, Ису, Лагус, то есть так не стоит делать. Кроме этого, мы не посмотрели последнюю Руну, это пустая. Может быть, она показывает иногда, что вы уже все свои подсказки от Рун исчерпали, и нужно просто расслабиться и жить по воле своей судьбы. Может показывать, что будущее еще не сформировано. У меня вот так работает обычно пустая карта второго. То есть, когда человек много гадает, много обращается за помощью, за подсказкой, часто вот дают такую белую Руну или белую карту, которая показывает, что, в принципе, все подсказки ты уже исчерпал, и будущее немножечко как бы выедено, то есть выпотрошено, и нужно время, чтобы там накопилась новая для тебя информация, которую ты действительно сможешь взять во внимание. Я пустую Руну и пустую карту не всегда люблю, но если она падает, это явно знак того, что хватит, что нужно остановиться, и нужно заняться какими-то другими вещами, и не терзать карты или руны. Собственно, на этом все. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Я надеюсь, что вы поняли, для чего используются каменные руны, для чего используются руны дерева. Также я скажу, что каждую руну с камушком можно использовать для настоек. Например, беркану можно взять, если, например, у человека при кормлении груди не хватает молока. Можно делать обычный настой воды с помощью этого камушка, это руны, и попробовать провести такой эксперимент. Можно использовать, накладывать каменные руны на тело, активизировать именно те энергии, те точки, которым они соответствуют. Но в нашем случае желтые руны соответствуют у нас в манипуре, нашему центру жизненному. Собственно, на этом все. И еще одну часть я, наверное, запишу о том, как сделать руны самостоятельно. С вами была Анитка Кадалка и канал Ироничная Таро. Я надеюсь, что руны каждому принесут свое. Кому-то это может быть просто удовольствие эстетическое, а кого-то могут захватить настолько, что вы создадите свои формулы, свою систему, а может быть даже и свои знаки, и свои руны. Потому что сейчас и ведьмины руны есть, и всевозможные глифы. Все это работает, все это действительно здорово. И самое главное, оно должно нести благо вам и окружающим вам людям. Всем всего самого доброго. Любите себя, изучайте новое. И пишите комментарии, кто работает с рунами, с глифами, что нравится, что не нравится, какие хотите видео видеть на моем канале. И насколько вам было полезно и интересно это видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok